Всем привет, друзья! Вы на канале Роман с Хоккеем. В этом видео хочу рассказать вам про ТОП-5 самых крутых, интересных сделок, которые прошли в мае месяце в континентальной хоккейной лиге. Согласен, немножко запоздал, уже середина июня. Я хотел сделать сам в начале июня этот выпуск, но там было честование чемпиона Магнитогорски. Потом сразу улетели в Пермь, были достаточно длительное время там, но сейчас вернулись и перед тем, как записывать большой выпуск трансферов, которые прошли в июне, предлагаю все-таки немножечко заземлиться и обсудить то, что было в мае. А от вас буду ждать в комментариях мнения по тому, какая сделка на вас произвела самое большое впечатление. Готовы? Прожимаем палец вверх заранее и погнали! На пятое место я ставлю переход двух армейцев из ЦСКА в СКА. Михаил Григоренко и Сергей Плотников поменяли команду именно в мае месяце. И я думаю, что оба этих титулованных игрока, имеющие в своем активе по три Кубка Гагарина, заслуживают место, чтобы быть даже повыше в этом моем топе. Я немножко снизил их позицию и поставил на пятое место, потому что такого вау-эффекта от этого перехода не было. Потому что мы с вами об этом знали еще по ходу плей-офф. Помните, наверняка натыкались на всевозможные инсайды, слухи о том, что Григоренко и Плотников перейдут в СКА. И мне кажется, что если бы этот трансфер произошел без вот такой вот информационной шумихи в таком, знаете, закрытом формате, то есть когда никто ничего не пишет, никто ничего не знает, мы бы, наверное, получили больше такой резонанс. А так об этом писали практически все эти месяцы. И когда это случилось официально, мы такие, ну окей, типа все понятно. При всем при этом очевидно, что Михаилу 30 лет, у него сейчас самый такой сочный возраст для хоккеиста, когда ты еще не на пенсии, до пенсии еще далеко. Но при этом у тебя уже есть определенный багаж, опыт, умение играть в самых важных матчей. То есть здесь и сочетание высокого уровня игры, победного опыта, физической подготовки. Даже в прошлом сезоне для ЦСКА, который может быть не самым удачным был, Григоренко набрал 52 очка. Что касается Плотникова, то контракт на 4 года и у того, и у другого. Если у Григоренко он исчет 34, то у Плотникова попозже. Но так или иначе, человек уже поиграл в СКА, он живет в Санкт-Петербурге и для него, наверное, это такое возвращение домой. И он будет выполнять роль дядьки-наставника, более того, помогать еще своим тоже опытом, колючестью. В общем, для СКА сделка хорошая, я ее поставил на 5 место. А мой добрый друг из ледовой дружины даже для Михаила Григоренко уже придумал прозвище. Он его будет называть МИК-25. Вот так вот. Напишите в комментариях, кому из игроков придумывали прозвище «Вы». Может быть, какой-то из них мы возьмем в свой обиход и будем постоянно использовать в разговоре о конкретном хоккеисте. На 4 место я поставил переход Максима Цыплакова из Спартака в Айлендерс. Может быть, не совсем формат для этого выпуска, но здесь важно говорить о том, что все-таки редко, когда игрок переходит, тем более не задрафтованный в НХЛ после классного сезона в КХЛ. У нас такое далеко не часто происходит. Мы Максиму все желаем удачи, чтобы у него получилось. Но его прошлый сезон получился феноменальным. Столько голов, больше 30 шайб он забил, при этом играя не в ведущем звене. Все это достаточно здорово. Но понятно, что можно долго рассуждать о том, как этот переход состоялся. Там история Спартака, история Цыплакова, других клубов, которые на него претендовали. Но я думаю, что в контексте этого видео это все не важно. Воспитанник Спартака переходит из Спартака в Нью-Йорк Айлендерс. И мне кажется, это классная история. Быть может, у Максима все получится, и он станет постоянным игроком НХЛ. А мы с вами вот в это время года будем следить за плей-офф НХЛ и болеть за Максима Цыплакова. На третье место лучших трансферов мая месяцев КХЛ я поставил еще одного нападающего ЦСКА. Человека, который провел в армейском клубе 6 лет и сменил его в мае на московское «Динамо» Антон Слепышев. Да-да, более того, после подписания контракта практически сразу спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин сказал, что он едет в готовую связку «Одэл Рашевский-Слепышев». Как вам такое трио? Можете написать в комментариях. Но здесь, что самое важное, что «Динамо», как многие говорили, интересовалась еще и Радуловым. Более того, там уже вроде как они даже договорились. Но в какой-то момент тот контракт сорвался, та сделка сорвалась. И в итоге именно Антон Слепышев перешел в «Динамо». И что здесь важно, что Антону тоже 30 лет. Здесь ситуация чем-то похожа на ситуацию Михаила Григоренко. То есть человек еще в хорошем возрасте, но при этом за плечами уже очень большой опыт. В том числе победный. И в ЦСКА вот эти все сезоны, вот эти кубки. И выступления в сборной, в том числе на Олимпиадах. Ну и, конечно, опыт игры в НХЛ. То есть с этой точки зрения Антон, конечно, такой очень ценный игрок, ценный лот на рынке. И «Динамо» точно можно поздравить с этим трансфером. Да, периодически у Слепышева возникают проблемы со здоровьем. И он многовато иногда пропускает. Но будем надеяться, что в новом сезоне у Антона получится все с точки зрения здоровья. И его ждет великолепный сезон «Динамо». А их тройка будет блистать и радовать всех любителей хоккея, которые будут приходить и на ВТБ-арену, и смотреть хоккей по телевизору. А пока вот так Слепышев у меня на третьем месте. На второе место я ставлю еще одного игрока ЦСКА. Даррен Дитц перешел из московских армейцев в омский «Авангард». На самом деле на второе место поставил. Но я не хочу сказать, что Дитц там круче, чем Слепышев. Или там Цыплаков, или Григоренко. И Плотников. Но, опять же, я говорю здесь про вау-эффект. Потому что когда говорили о том, что ЦСКА решил сменить курс. Что вот такие вот игроки покинут команду. Там как раз фигурировал и Дитц, и Слепышев, и Григоренко, и Плотников. То есть костяк ЦСКА, за которым мы смотрели все последние годы. Когда об этом было объявлено, что они покидают команду. Вот «Авангард» фигурировал во всех этих слухах достаточно редко. Я думаю, что болельщики «Авангарда», которые сейчас смотрят это видео, это подтвердят. И поэтому то, что Дитц в итоге оказался в «Авангарде», мне кажется, так вот в моменте меня так удивило. Я решил, что это прямо вот сильно усиляет. Сильно усиляет, видите, какая тавтология. То есть это классный трансфер для «Авангарда», и при этом он прошел в такой ситуации, что, в общем-то, никто его так сильно не ждал. И слухов в этом отношении было достаточно мало. Только когда уже канал близкий к ЦСКА подтвердил, что Дитц переедет в Омск. Поэтому я вот второе место накинул как раз вот за этот вау-эффект. А так я считаю, что все игроки плюс-минус там равны, да, по своему уровню, статусу и так далее. Но вот Дитц на втором месте, и мне кажется, что как раз это такой идеальный мэтч. Потому что, как я слышал, Дарону предлагали контракт в «Барысе». Он мог вернуться туда, но он решил оказаться в «Авангарде» и попробовать вместе с омской командой выиграть кубок «Гагарина». За два с половиной сезона Дитц в составе ЦСКА набрал 55 очков и выиграл два кубка «Гагарина». Ситуация точь-точь, как у Слепышева. Сильный мастеровитый игрок в том возрасте, когда он еще может давать хороший результат здесь и сейчас, да и еще и, ну, фактически там бесплатно, да. То есть не сказать, что за какую-то громадную компенсацию. Поэтому сама сделка, ее детали и ее вау-эффект дали мне повод поставить этот переход на второе место в списке лучших переходов мая месяца. Ну и первое место. Пару секунд на то, чтобы вы подумали, кто-кто-кто. И, конечно, это Алекс Гольченюк, который перебрался из СКА в Амур. Честно, ребят, я думаю, что когда вы первый раз увидели эту новость, вы офигели. И это без «Б», потому что реально в голове не укладывается, как такой игрок с таким бэкграундом переезжает в Хабаровск. Я уже говорил, что я не против Хабаровска, что мне все там нравится, и Амур, и Бархат, и вообще вся организация. Все круто, здорово, оранжевый стиль и так далее, и бла-бла-бла. Но все-таки мы не привыкли к тому, что люди такого калибра, в таком возрасте едут на Дальний Восток. Поэтому с этой точки зрения это абсолютно крышесносно, потому что все-таки, конечно, мы ждали, что Гольченюк сможет выйти на лидирующей позиции и в СКА. Да, не сказать, что он провалил сезон, он набрал там больше 40 очков, забил 19 шайб. Но вот такой главной прямой ленинградской он не стал. Но я думаю, что он таковым станет именно в Хабаровске. На него пойдут болельщик, он будет самым ярким, самым таким игроком, на который... Ну, это здорово, мне кажется, что это позволит Амуру, без того такой неплохой средний состав, который у них был, да, ну, такие крепкие все ребята, сделать еще сильнее, может, и Броди. Проведет хороший сезон без травм. То есть, это классный трансфер, мне кажется, для нас всех, для КХЛ. Потому что, когда игрок такого калибра переходит в команду, в которую мы не ждали, которая не считается таким топовой командой, да, это всегда круто, потому что это добавляет эту перчинку. И не поставить этот трансфер на первое место в мае, ну, просто критически невозможно. А я думаю, что Амур вместе с Гольченюком обязательно пошумит. Сейчас в последнее время какие-то такие слухи идут, там уходит, ушел руководитель и не региона, а именно клуба. Там в какой-то паузе известные журналисты об этом, по крайней мере, писали. Я очень так встревожился, но надеюсь, что все-таки у Амура все будет в порядке. И тот курс, который был выбран, он будет продолжен. Ну, потому что, когда так любят хоккей в регионе, это круто и это здорово. Но думаю, что очень неплохие перспективы у Амура в этом сезоне выйти в плей-офф с места повыше, чем восьмое на Востоке. Потому что по составу уже даже сейчас эти контуры видны и все очень даже неплохо. Вот так получается. Вот такой топ-5 переходов Майя. Опять же, друзья, это все на мой вкус и цвет. С моей такой колокольни, да, с того, как я что-то слышу, знаю, заранее какие-то вещи, да. Это такое дело выбора. Поэтому мы это все делаем. Я это все делаю для того, чтобы мы с вами обсуждали все эти темы. И вы ими делились в комментариях. То есть, что вы думаете по поводу лучших, худших трансферов Майя, пишите в комментариях. Ну, а я хочу сказать большое спасибо партнерам, которые помогают нам делать контент хоккейный. Причем на протяжении всего года, конечно, букмекерскую компанию Фонбет. Которая буквально на днях презентовала нового амбассадора Сергея Бурунова. Легендарного просто артиста. Человека, который так озвучивает Леонардо Ди Каприо. Что, по-моему, сам Ди Каприо так не говорит, как он его озвучивает. Вот. Мы были на этом мероприятии представленным. И ролик, который снял Фонбет вместе с Александром Овечкиным и Сергеем Буруновым. Коротенький. Это просто угар. Посмотрите, мы сейчас ставим. Что стоит вперед? Ну и, конечно, все матчи Фонбет чемпионата КХЛ в следующем сезоне можно будет смотреть на сервисах КХЛ по подписке Яндекс Плюс. На этом все, друзья. Если понравился выпуск, прожимайте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Мы потихонечку приближаемся к юбилею 35 тысяч подписчиков на YouTube. Залетайте ко мне в ВК, в Дзен. Все эти ссылочки есть. Можно залететь на Boosty. Там скоро будет эксклюзивный эфир с премиальными подписчиками, которые платят денежку за то, чтобы быть подписан на эксклюзивный контент. У нас есть закрытый чат в Telegram канале. Ну и, конечно, мою телегу в закрепленном комментарии тоже залетайте. Ну и этим летом не забывайте, что у вас роман с хоккеем. Всего доброго!